Итоги минувших 7 дней и рабочие планы на предстоящую неделю. В администрации городского округа Люберцы состоялось еженедельное оперативное совещание. Доклады руководителей управления и ведомств слушала и наша съемочная группа. Около 2000 обращений поступило за неделю в Люберецкую полицию. За отчетный период на территории обслуживания ведомства произошло 162 ДТП, в результате которых 7 человек пострадали, двое погибли. Из 33 возбужденных уголовных дел 27 раскрыто по горячим следам. В настоящее время личный состав занимается подготовкой проведения охраны общественного порядка в период новогодних праздников и Рождества Христова. Поэтому попрошу все организации те мероприятия, которые мы уже озвучили, выполнить и особенно проконтролировать взаимодействие поступающей информации. За 7 дней в Люберцах произошло 7 пожаров. Во всех случаях удалось избежать человеческих жертв. Все возгорания повлекли за собой только материальный ущерб. 17 декабря в 2058 Малаховка электрозаводская у дома 1. Загорание бытовки. В результате пожара обгорела бытовка по всей площади. Пострадавших нет. 18 декабря в 0017 Малаховка Волгоградская у дома 2. В здании автосервиса в результате пожара обгорел утеплитель кровли и разобрана часть кровли на площадь 10 квадратных метров. Без технологических отключений работала система ЖКХ городского округа. А чтобы полностью завершить капитальный ремонт домов, остается заменить 53 лифта. Плановые работы выполняют и ресурсоснабжающие организации. Ремонт люка канализационного колодца на Егорьевском шоссе, промывка водопроводных сетей в Красково, также плановые электротехнические работы на объектах Люберецкого водоканала. Доложили о проделанной работе представители регионального оператора «Эколайн-Воскресенск». С контейнерных площадок городского округа вывезено более 30 тысяч кубометров отходов. За прошедший период региональным операторам убрано 10 кубов отходов с национированных свалок. За минувшую неделю было отработано 14 обращений жителей. Более 10 тысяч раз жители Люберец набирали на прошлой неделе номер 112. 650 звонков поступило на горячую линию администрации. Обращения граждан коснулись вопросов ЖКХ, благоустройства и работы ГИБДД. Луиза Игазарян, Александр Моисеев, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова